Предложение единороссов поддержал и президент России в своем обращении к жителям страны. Это при том, что пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Глава государства рассчитывает, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. В нашем крае депутаты фракции «Единой России» регионального уровня приняли решение подготовить и внести на рассмотрение все необходимые документы уже в сентябре, сообщают корреспонденты Комсомольской правды Барнаул. Напомним, что в крае на данный момент для пенсионеров действуют привилегии по налогообложению, снижена стоимость проезда на транспорте, в Барнауле планируют оставить льготы на посещение городских бань, а в Бийске сохранить финансовую поддержку на проезд в общественном транспорте. В Наукограде зарегистрировано несколько фактов денежных расчетов с помощью сувенирной продукции, которая имитирует пятитысячные купюры. Как сообщают полицейские, одному из задержанных бийчан удалось с помощью подделки произвести платеж по микрозайму. Другой подозреваемый рассчитался пятитысячной из серии банка приколов со своей знакомой, который был должен соответствующую сумму. Третья рассчиталась такой купюрой за покупку в магазине. По данным фактам проводятся проверки, сообщают бийские рабочие, а тем временем полиция призывает граждан быть внимательнее с купюрами номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Именно их чаще всего используют мошенники. В школах края появятся учебные мастерские для детей-инвалидов, пишут аргументы и факты Алтай. В новом учебном году они будут действовать на базе пяти краевых государственных общеобразовательных организаций. К примеру, для Барнаульской школы-интерната номер 4, Озерской школы-интерната, приобретены комплекты роботов Лего. В бийской школе-интернате появится оборудование медицинское дело «Массаж», которое поможет слабовидящим и незрячим подросткам, помимо предпрофессиональной подготовки, приобрести навыки оказания первой медицинской помощи. Новоалтайская школа-интернат и Барнаульская школа-интернат номер 6 откроют учебные мастерские по направлению программирования технических задач. Татьяна Голубева, Наш Новости.